МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Опять от меня сбежала последняя электричка, и я за салом, опять за салом, иду к одной большевичке". Вы с воспоминаний Владимира Ленина. Дорогие друзья, слава на первом канале. У нас в гостях сегодня Анна Легчилова. Прекрасная актриса. Здравствуйте, Анна. Доброе утро. Что нам сегодня вы приготовите? Значит, мы начнем с рыбы с топинадом. Простите? Простите, ну, можно по-всякому назвать. В общем, это дорадо, но чтобы она была не просто дорадо такая обыкновенная, но с топинадом. Это такой специфический немножко соус. Вот попробуем. Можно с торнадо, если не с топинадо. Топинадо? Это название соуса такое? Да, да. Топинадо. Дорадо с топинадо, как говорится. Раз. Значит, второе у нас будет салат с тыквой. Прекрасно. Да, так как я в некотором смысле вегетарианка, я люблю всякое... Скажите, а вы в каком смысле вегетарианка? Нет, ну я прям не чистая вегетарианка, потому что чистые вегетарианцы, они там вообще не едят... Я не едят колбасу. Колбасу я не ем, это точно, и мясо я не ем. А чистые вегетарианцы, они вообще страдают там сыроедением и не едят ничего кисломолочного. Я ем. Это веганцы. А, веганцы. Но рыбу вы едите? Рыбу ем. Вот. Значит, вы просто... Вы вегетарианка, которая не ест мясо и колбасу. Да, так точно, вот. Скажите, а сардельки вы тоже не едите? Нет. Я, по-другому, уточни, я просто... Слушай, я готов быть. Я вегетарианец, который... Я вегетарианец, который ест мясо. Вот так вот. Понятно. То есть мясо и пьет кровь, бычью кровь литого. Значит, на второй у нас будет салат с тыквой. Салат с тыквой. Из груши. Из груши. Ну, он такой... Я потом расскажу, как он делается. Вы показали, как будто бы связали шапочки. Да, что-то в этом роде. Ну что, начнем? Начнем. Что мы делаем вначале? Мы, значит, берем... Где тут... Достички. Отлично. И ножницы мне нужно, чтобы ты очень быстро срезал плавники у этих... Вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Я беру вот так вот раз. Опа. И со всех. В общем, срезай все. Хвост тоже можешь срезать, потому что это, в принципе, я не люблю, когда оно есть в блюде. Все. Я, Анна, мы делаем вот так, да? Да. А, Анна, откуда рецепт вообще? Что это такое за... Нет, я могу сказать, что так как мясо я не ем, я рыбу ем. Потому что кальций-то нужно откуда-то брать, правильно? Ну, потому что либо есть рыбу, либо тогда... Либо умереть, да. Либо есть мель. В нашем мегаполисе. А я, кстати, не все отрезал плавники. Опа. 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 Значит, и как-то вот я пробовала-пробовала, и мне показалось, что Дорада самая вкусная рыба, на самом деле. Из всех рыб, которые вы пробовали? Из всех рыб, которые ее поглощали. Нет, есть, конечно, какие-то экзотические, которые я еще... Ну, где мы их возьмем? Ну, где мы их возьмем? Ну, где мы возьмем? Матские. Так. Я знаю платок, где продают рыбу меч. Но я не умею ее готовить. В основном, это, как показывает опыт, это щука, в которую воткнули саблю. Ну, вот. Вот. Отлично. Вот, тут сразу становится понятно... Я уже стою без дела. Давай есть что-нибудь... Я найду нож какой-нибудь, потому что тебе дальше нужен будет нож. Пожалуйста. Вот, это большой. Давай что-нибудь поменьше. О, господи, сейчас мы найдем. Нет, нет, нет. Это выковыривать глаза, а мы нам не можем. Да что вы, как вы... А я думаю, для чего это? Ну, смотри, я не хочу пачкать руки. Так, правильно. Конечно. Правильно. Вы это по адресу пришли, Анна? А значит, что мы делаем вот с этой рыбой? Нет, мне придется тебе показать. Смотри. Значит, вот. Я всегда делаю вот такие надрезы на рыбе. Я понял. Для того, чтобы она впитала в себя маринад? Да. Чтобы она впитала в себя маринад и приправы. Так. Вот. Значит, это делается быстро. Можно фигурно всяко вырезать. Вот. Ну, в общем, вот так вдоль, это отлично. Я уже практически сделал. Я знаю, что вот еще когда готовят карпа, вот если такие надрезы делать, там как-то кости растворяются. Но у меня почему-то они ни разу не растворялись от таких надрезов. Ну, это все-таки я уже сделал здесь надрезы. Так. С двух сторон? Да. Ух. Так. Здорово. Значит, мы теперь берем приправы. Приправы для рыбы великое множество, правильно? Но самое главное – это перец и соль. Перец и соль? У нас тут есть какие-то приправы еще и для рыбы специальные. Да, мы можем какие-нибудь… Лимонные. Одну такой, одну такой, одну такой. Хочешь так? Я хочу сделать, значит, черный перец. Черный перец. Потому что есть белый и черный. Можно белый и черный. Давай мы, смотри, одну сделаем белый-черный. Вторую черный. Одну сделаем черный, а третью вот эту вот с лимоном. А я вот думаю, а что за карусель? Для речной и морской рыбы. Что за карусель вдруг появилась такая интересная? Вот карусель. Так, давай. Вперед. А я, знаете, ведь это же вот… Все у нас, все делается не так. Это же, знаете, для чего сделано? Для чего? Знаете, вот учить надо всех. Это карусель ведь, она вот для чего. А, конечно. Для яиц? Ну, конечно. Для сырых или для варевых? Видите? Отлично. Более того. Похоже на рулетку. Это похоже на телефонный номер. Набираешь, когда вот так вот… Вот так вот поставим, чтобы… Я бы сказал так, проведим яйцами приправы. Ну что? Ну так вот, хорошо. Значит, у нас три будет разных рыбки. Три разных рыбки, да. А мы ее будем запекать или будем жарить? Мы ее будем запекать. Запекать. В духовке. Духовка уже поставлена на 200 градусов. Духовка стоит на 200 градусов, да. Мы это будем на противень выкладывать? Мы будем выкладывать на противень, но в фольге. Фольга есть, да? Фольга, я вот… Нет, подожди, давай мы их все-таки сначала приправим. Пожалуйста. Так, соль. Соль. Да? Это соль? Да, соль, перец. Вот это перец, белый, черный. Давай, ты солишь, я перчу. Поехали. Поехали. Наоборот. Давай. И внутри тоже туда тоже… Ну, конечно, сейчас мы туда ее набираем. Так. Отлично. Так. Отлично. Значит, я беру просто… Так. Ты пока фольгу раскладывать будешь, да? Да. А мы фольгу заворачиваем все три или каждую по отдельности? Нет, все три. Так, значит, эту мы, значит, сейчас таким вот просто перчиком забабахнули. Хорошо. С солью, перцем мы посыпали. Ну, сейчас. Я подготовил в один слой фольгу или в два? Ну, можно в один. Ну, можно в один. Главное, чтобы она там… Да, не протекла. Не протекла. Да. Так, чтобы так она… Прекрасно. Такая остренькая. А мне кажется, что, когда они будут все втроем лежать, они поменяются приправами. Вот. Поэтому, чтобы их не перепутать, их нужно назвать. Давай их подпишем. Давайте назовем эти… Давай. Ну, мы же видим их, они же были отличаются. Вот это крупненькая. Крупненькая. Это Борис. Борис, отлично. Борис, это Григорий. Это Машка. Машка. Конечно. Конечно, Машка. Отлично. Машка, Григорий и Борис. Да, Борис. Такой любовный треугольник. Борис, Григорий и Машка. Так, кладем? Кладем. Ну, так и художественно. Так, мне нужна оливковая маска. Я Машку положу посередине, между Борькой и Гришкой. Хорошо. Чтобы она сама выбрала. Хорошо. Так. Так. Немножечки оливковой маски. Да, немножко. Ну, ты вот так вот чуть-чуть полей, и пусть они пока полежат себе. Вот так. Чуть-чуть буквально, да. Вот так. Это и вот на фольгу чуть-чуть тоже. И на фольгу чуть-чуть? Ну, да, чуть-чуть, да. Ну, а чего? Только, а что ты как-то с фольгой как-то… А мы сейчас сверху еще одним слоем отрезаем. А лимон не нужен ей? Нет, не нужен ей лимон. Прямо. Чуть-чуть, вот пускай. Давай ее запаковывай. Запаковывай. А мы будем готовить этот самый… Смотрите, какая подлога. Торпина. Да. Потому что, я не знаю, некоторые готовят рыбу в открытой духовке. Мне кажется, что вот фольга… Вы имеете в виду, когда зажигают духовку, открывают ее и готовят в открытой какого-то? Ну, да, собственно говоря. А, ну, да. Вообще без фольги. Я люблю все-таки ее заворачивать, тогда мне кажется, что она там как-то вот всяко напитывается, эта рыба. Ну, да. Так. Ну, все, не увлекайтесь, Иван. Вот, вот так, да? Да, отлично. Прекрасно. 200 градусов. 200 градусов. Я просто делаю так, что 200 градусов. Скажем, ну, минут 25 пустите. Ну, как минимум. Как минимум. Значит, мы, значит, будем готовить… Тепенат. Значит, к Дораде. Тепенат к Дораде. К Тепенат к Дораде. Так, для этого нам нужно… Вы к кому? Это Тепенат к Дораде пришел из 18-й. Да, значит, нам нужен блендер. Так. Значит, мы берем, значит, нам нужен каперсин. Подожди, сейчас мы с оливками разберемся. Сюда можно, да? Да. Каперсы можем все сюда. Это будет очень соленое, должно быть так, правда? Ну, отлично. Это же хорошо. Оливочек сколько? Оливочек клади. Ну, не знаю, чем больше, чем… А, мне знаешь, что еще нужно? Мне еще нужно измельчить базилик. А зачем его измельчать? Туда же? Туда же. А что нам его измельчать, если можно прямо вот так туда и положить? Ну, давай так и так. Ведь мы же… Странно резать что-то перед тем, как добавлять в блендер. Ну, хорошо. Или нет? Ну, можно, конечно. Нет, потому что я знаю, что есть люди, которые соковыжималку сок из пакета наливают. Смешно. И остается что-то. Серьезно? Да. Так, это петрушечка. Давай, хорошо. Ну, что нам ее туда расположим? Так, ну ладно. Так, все? Допусти. Давай тогда все оливки туда… Ну, что… Или ты будешь есть? Оставим три штучки. Просто добавляй, кто-нибудь придет в гости. Хорошо. Так, давай, значит, подожди. Оливковое масло. Оливковое масло. Оно. Отлично. Ты думаешь, это все, да? Я говорю, посмотрим. Отлично. А может и нет. А если нет, то тогда малютки медовары нам это перемелят. Ладно. Своими маленькими ручками. Я посмотрю, как это получится. Все, посмотрим. Как паста должна быть. Да, типа как паста, да. Нужно будет еще глубокая мисочка. А, все, есть. Все, отлично. Отлично. Я думаю, что все. Давай остановимся. Так. Значит, мне нужны сухари. Нет, мисочка можно поменьше. Давай я такую поменьше. Вот такую? Да. Пожалуйста. Сухари. Так. Хорошо. Я напоминаю, мы готовим тапинат. Тапинат. А это испанское, да? Похоже. Спасибо. Так, сухари. Сухари. Подожди. Давай, значит, мы вот это туда. Я все все делаю сейчас. Сам-сам? Я, конечно, все сделаю сам-сам. Конечно, все сделаю сам-сам. Отлично. Так. Идем туда. Так. Я напоминаю, оливки, каперсы, зелень, петрушка. Зелень, да. Ну, лучше, конечно, базилик, потому что он дает такой... Базилик, он у нас там есть. Давай ложечки две сухарей панировочных. Ложечки две панировочных сухарей? Да. Пожалуйста. Давай. Вот так вот, вот так, да? Да. Так, еще. Нет, наверное, три. Так. Может, и четыре. Так. Теперь это все перемешаем. Встречательно все это перемешиваем. Потому что оно же кладется не внутрь, а сверху. И еще подвергается термальной обработке. Ну, конечно. Вот я о чем и говорю. Так, друзья, Анна Легчилова, на секунду оставлю нашу гостью с начальной стадии топинады. Да? У нас короткая пауза. Сейчас реклама на первом канале, после которой мы вернемся. Вы узнаете, что топинады в переводе с румынского означает «эдажом выше школы чечетки». Жил отважный капитан, он объездил много стран, но любил он магазин «Океан». Раз пятнадцать он ходил королем среди сардин, а потом вдруг оказалось Кабардин. Дорогие друзья, с вас на этом канале. Нас гостя сегодня Анна Легчилова, и мы готовим Дорадо в топинад. Итак... В чем в топинад? С. В топинад. Так, значит, Анна, нам нужно срочно... Срочно. Как в мелкой. Нет, подожди. Значит, смотри, мы должны вот это разрезать на четыре части, потом нужно достать оттуда все эти самые. Ну, да, назовем... А, вот, то, что не нужно. То, что не нужно, конечно. Вот эти вот, да? Вот эти все штучки, да. Убрали. Нужно избавиться от всех этих самых. Так, Анна, вот-вот, что нам нужно, правильно? Да, нам нужно, только чтобы не было вот этих... Какие-то они, конечно, невысоко художественные получились. Не важно. Ну, ладно. Все, мы вычищаем. Друзья, вот это то, что я, честно могу сказать, и обращаюсь к зрителям, понять, я не знаю, как вы, не могу вообще. Я когда впервые увидел, как для всех своих соусов, там, для прочего, итальянцы, да, и всякие средизменноморские народы, да и французы тоже, используют помидоры, из которых они вынимают все, вот, самое вот это, то, что мы любим обычно в салатике с сметанкой. Ну, вот салатики со сметанкой, это хорошо, в горячем виде вот эти все штучки, это все будет такая кашка-малашка. Кашка-малашка, чего нам не надо? Не надо. Так, нарезаем ломтиками? Ну, вот, да. Такими дольками, да? Такие толстые получились ломтики. Ну, ладно. Какой-то... У тебя какой-то грустный. Грустный ломтик? Так. Это у меня косенький какой-то, ну, ладно. Какой-то косенький вышел. Да. Так, ну, вот самое главное, что, друзья, вот без, без, без вот этой сердцевины. Даже их много получилось. Ну, и прекрасно. Все, мы сделаем. Значит, смотри, это мы будем покрывать потом сверху наших... Тоже для Дорады? Да. Ничего себе, Анна, пожалуйста, я... Да, я тут выброшу, мне не нравится. Анна, пожалуйста, все, что... Если вам что-то здесь не нравится, выбрасывайте. Был случай, когда у нас Лещенко выбросил оператора с камерой, он ему не понравился. Давай мы возьмем черный перец. Черный перчик. Смотри, мне нужно с двух сторон с солью и перцем вот эти штуки об... А можно я попредложу вам радикальное решение? Как? Взять мисочку, положить туда все это, сверху посыпать солью и перцем и вот так перемешать. Ну, давай. Мне кажется, так будет просто гораздо быстрее. Давай, хорошо. Хотя то же самое мы можем сделать и здесь. Давай. Сейчас показываю. Достаточно перцем? Ну, смотря кто как любит. С этой стороны достаточно, а с другой нет. А мы вот так вот сейчас возьмем, сейчас вот так же еще сверху солью. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Теперь перекладываем. Да. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. И вот так вот переложили. В общем-то уже такого особенного нету, но мы еще так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Самое главное же... Я вот не люблю, вы любите, Анна, вот это, знаете, когда приходишь такую вот огромную тарелку, на ней что-то с соусом написано, какой-то стебелечек торчит. И потом приносит тебе вот такой, да, и вот перчик, нет? Вот это вот перчик, вот это все. Я вот, знаете, я люблю простую вот еду, и как она просто выглядит, и просто ее есть. Так все, мы тогда все готовы. Тогда все, ну а что, вот уже такой получился. Так, значит, скажите мне. Это мы ждем. 15 минут у нас остается до того момента, когда мы должны рыбу будем открыть. Мы ее откроем, потом мы сверху, значит, вот это вот зелененькое так вот покрошишь, да. А потом сверху вот эти вот помидоры. И поставишь еще на 15 минут. Хорошо. Хорошо. Тогда мы приступаем к следующему. Готов. Значит, следующее блюдо у нас будет специально для тебя, так как ты любишь простую пищу. Мы даже это не будем варить, жарить и так далее. Это назовем так, сырое... Сырое чудо. Сырое чудо. Так, хорошо, значит, мы берем тыкву. Я не знаю, почему-то принято, что тыкву надо варить, там с ней все разное делают. Жарить там, с ней красиво. Я люблю сырую тыкву, потому что в ней, во-первых, остается... Мне опять нужен нож, больше всего витамин. Хорошо. То есть это будет нож для тыквы. Ваня, давай мы вот... Нужно, короче, вот это снять. У тебя тут... Ты уже руку набил, у тебя лучше получается. Ну, я сниму. Значит, нужно что, просто очистить ее вот от этого? Очистить, да. Нужно очистить, чтобы потом ее тоненько можно было порезать. Чистить тыкву, это, знаете, это очень непросто. Она же очень... Она же очень... Она же сырая. Она же живая. Да, сейчас. Она же сырая и живая. Сейчас. Чик-чик, сейчас. Одна из самых... Одна из самых профессий, знаете, в Соединенных Штатах Америки, почитаемых, это резчики по тыкве. Резчики по тыкве. Или нейрохирурги, как их называют. Так, ну-ка. Ну, смотри, вот очень тоненько. Вот очень тоненько. А смотрите, что я могу предложить, смотрите. Вот так вот. О, вообще супер. Ну да, ну, какие-то огрызочки получаются. Ну, а вот так вот. Зато очень тоненько. Ну, ничего, можно и так. На таких огрызочках, между прочим, первопечатник Иван Федоров первую книгу выпустил в России. Она же выбыла на тыкве. Да. Иван Грозный ее прочитал и сошрал. Очень хорошо. Анна, расскажите-ка нам вот что. Мы как-то... Я не знаю, зря я это делаю, да? Не надо вот... Ну, ты, если тебе нравится, пожалуйста. Не буду тогда все. Я буду делать как... Вот так вот, да. Значит, нам нужно тоненько, тоненько повесить. Я хочу расспросить про фильм, который называется «Август 8-го». Да, расспрашиваем. «Август 8-го». Это фильм, ну вот, он выходит у нас скоро совсем на экраны. Я хочу спросить о роли, которую вы там сыграли. И вообще, что это за фильм? Потому что это, знаете ли, большое событие грядет на российском кинематографическом небосклоне. Жаник Файзиев, режиссер, друзья, снял фильм, который называется «Август 8-го». Название говорит само себя. Да. И я так понимаю, что этот фильм связан с военным конфликтом с Грузией. Так точно. Ну, собственно, все. Остановись, пожалуйста. С тыквой хватит. С тыквой хватит. Да, в общем, уже очень красиво. Дай мне какой-нибудь бальзамический какой-нибудь, значит, соус. Так, бальзамический. Вот, значит... Нет, нет, правильно. Правильно, да? Вот так. Это? Так, значит, я в этом фильме, на самом деле, одни мужчины практически. Там главная героиня, которая играет Света Иванова. И я играю ее маму. Там женщин вообще всего две. И ребенок, естественно. Ну, конечно. Которого она и спасает. Это не тут пока, значит, своего сына. Там получается, что я очень рано родила ее, она очень рано родила его. И, в общем, все эти, значит, грехи и молодости, они дают о себе знать. В общем, сдура она своему первому мужу отдает своего ребенка. Он его везет в Осетию. Он его везет в Осетию. И, естественно, там это начинается, и она едет. И помогает ей бравый солдат в исполнении Максима Матвеева. Так и есть. Все, ребята. Вот, собственно говоря, все. Нам нужна рукава. Вот она все уже готова, мытая, чищенная. Да, она уже мытая, мытая, чищенная. Отлично. Что мы делаем? Значит, смотри, рукава мы кладем вот так. Красиво. Уже красиво, да? Очень красиво. Зеленая с оранжевым уже здорово. Зеленая с оранжевым, по замечанию. Да. Мне тоже нравится. Так, значит, мы берем оливку. По-моему, отец. Мы берем, значит, здесь даже вместе есть между прочим. Соль и перец есть вместе, конечно. Отлично. Это для тех, чтобы... Мы можем поставить, кстати, сковородку одну. Мне знаешь, что нужно сделать? Мне нужно чуть-чуть, чуть-чуть... Обжарить орешки. Да, вот эти кедровые. Кедровые. Чтобы они с такой были вот скорочкой. А вот сейчас мы поставим, и прямо... Кедровые орешки, это вкусно. И полезно. Конечно. Да? Так. Я сразу говорю, что нужно еще семечки. Можно их жарить, можно есть сырые. Ну, конечно, пожарить. Ну, конечно, конечно. Давай, все. Отлично. Они просто тогда так разбухают. Прикольно. Прикольно разбухают. Так, вот это значит, я солить перчу. Так. Как говорят про отец в некоторых московских театрах. День театра. Зачем я так говорю? Зачем? Мы же тоже в театре работаем. Да? Ты хочешь меня оскорбить? Я вас оскорбить? Ну, как, ладно. Ну, что, мы с вами в одном театре, в конце концов. Не вы работаете, а я подрабатываю. Вот. И над нами, над всеми, Вера Олентова. И Игорь Бочкин. И Игорь Бочкин, между прочим. Да. И Виктор Вишбицкий. Вот, видишь. Ну и... Так, ты ждешь что? Я жду, пока нагреется сковорода. Для быстроты можешь взять вторую на одной орешке. А мы не можем это вместе обжарить? Нет. Я понял. Маленькая сковорода. Так, значит, смотри, в этом салате еще присутствует груша. Так, я кладу... Это мы обжарим вот здесь. Так. Из всякого... Конечно, масло. И это мы обжарим вот здесь. Ну, ничего, в принципе. Да? Да. Мне нужен еще лимон, потому что нужно ее сбрызнуть лимоном, чтобы она не потемнела. Не потемнела груша? Груша. Так. Не потемнела и приобрела какой-нибудь вкус. Я ее все-таки сниму с нее, эту шкурку, потому что она слишком зимняя. А, скажите, а фильм это по жанру что? Это боевик? Или это такая драма? Ну, ничего этого, как бы, Джанников Азиева? Ну, я думаю, там сложно. Во-первых, там куча спецэффектов, потому что там оживает игрушка мальчика, вот этот, вот робот. Там есть сказочный элемент какой-то? Да, да. Там все очень сложно. Там очень много компьютерной графики, и это такой непростой. А у меня потрескивают семечки. Вот потому что я тебе говорю, что они будут потрескивать. Можешь все выключать, потому что у тебя уже все потрескивает. Не, ну все потрескивает, замечательно. Они вот сейчас, вот они же запахло вкусно, они такими веселыми бурбалюшами. Значит, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Значит, давай. Так что ты хотел спросить? Я хотел спросить, вот я как-то видел, ну, во-первых, я знаю, что снимался этот фильм. Потому что мне Джаник, между прочим, давал почитать сценарий этого фильма. А сценарий, кстати, отлично. Сценарий замечательный. Это большая редкость. Это большая редкость. Вот. И я сказал, Джаник, замечательный сценарий, ты прекрасный режиссер, но нет. Ты отказал? Я, нет, я... А что тебе предложили играть? Мальчика? Мне... Ну, последние, лет после четырех мне предлагают в основном роли мальчика. Так. Потому что я все дальше и дальше от девочки удаляюсь в своем образе. А почему ты отказался? Ну, я, на самом деле, я отказался, потому что там была какая-то техническая причина. Такая была какая-то техническая причина какой-то корпоратив в Узбекистане. Забавная история. Анна Алексеевна сейчас посыпает, назовем так, поливает лимоном. Прикрылась тыквой, да. Прикрылась тыквой, это еще название сказки Шарля Перро. Все готово. Орешки пожарены, семечки пожарены. На секунду, Анна, вас покину. Покину. Друзья, у нас, друзья, небольшая пауза, мы вернемся ровно через несколько минут. И вы знаете, что анис в переводе эстонского означает, а пойдем-ка на концерт, а невестки сходим. Пригласите, пригласите, пригласите. И говяжий бок в руках своих сожмите. Лет 15 с плеч долой, в таз с салатом головой. Молодой человек, угостите пахлавой. Дорогие друзья, смотрим на Первом канале, у нас сейчас сегодня Анна Ликилова, и мы на финальной стадии уже находимся. То есть я напоминаю, у нас здесь уже, это практически готовый салат, правильно? Еще не совсем, осталось так, дорисовать. Так а что дорисовать туда? Орешки? Семечки и орешки. Орешки, да. А вот это? А это к рыбе. А рыба? Так не достать ли нам рыбу, Анна? Да, давай. Вы знаете, пока была реклама, вы закрыли глаза, и в этот самый момент я снял верхний слой фольги. Вот она, матушка. Вот она, рыбешечка. Что делать дальше? А теперь, значит, мы будем делать вот то, что мы и ждали. Значит, мы берем вот этот, значит, вот эту штучку. Так. Кладем сверху. Ты можешь мне помогать. Прямо вот обкладывать сверху, вот прям вот эту вот штуку вот сюда. Как будто бы, прям вот, как будто бы, как будто бы сверху такой, как бы... Да, да, как будто мы ее накрыли. Рыба под зеленой шубой, можно бы это назвать. Рыба, да, была? Ну да, типа того. Значит, что мы делаем дальше, сверху? Дальше, значит, мы сверху кладем вот это вот, что мы сделали с помидорчиками. Мы обкладываем. Давай. Вот так. Ну это вообще выглядит лихо. Выглядит, да. Супер, да? Это выглядит лихо. И по сути, мне кажется, это очень правильное, что это мы делаем. Вот. Ну, в принципе, она, видишь, уже получилась практически с гарниром. А вот издалека вообще эти помидоры выглядят, как будто бы мы из лосося сделали суши. Да. Да? Здорово, да. Оп. Друзья, и посмотрите, как нам хватило. Да. И что? И вот сейчас мы вот это все. Мы вот это все. Ставим еще где-то минуточек 15 доходов. Да как? На 10, Анна. Нет, на самом деле, чтобы помидоры, вот, чтобы они там запеклись. Сейчас мы сделаем. Не будет, в общем... Это 10 минут. 10 минут. Никаких 15 минут. Ну что вы, мы взрослые люди. Хорошо. Все быстро, конечно. Это все раз, раз и все. Все. Отлично. Значит, доставай сыр пармезан. Достаю сыр пармезан. Да. Значит, все. О, отлично. Кстати, я больше люблю семечки жареные. Конечно. Да? И орешки. Так. Ну смотри, видишь, тыква и семечки. Да? Так. Видишь, уже сплошная тыква. Это как будто бы тыква и семечки, как будто бы дети с матерью встретились. Да. Вот. Вот я так обкладываю, значит, тыквенные семечки. Они очень полезные, знаешь? Вот. Я подумал, что как бы это напоминает даже сюжет фильма. Да? Не пойти ли в сценаристы? Не пойти ли в сценаристы? Пусть меня научат. Да. Угу. Так. Ну, в общем, это ты доешь. Конечно. Я еще вот сюда посыплю. Отлично. Спасибо. На самом деле можно делать без кедровых орешков, но я люблю, когда кедровые орешки. Ну, прям чуть-чуть, да? Да, потому что вот груша с кедровыми орехами, это вот просто... Угу. Так. Так. Значит, мы берем твой сыр пармезан. Я даже знаю. Да. И сверху вот так вот, высоко художественно, так вот тебе на душу. Да. Ты так хочешь. Ну, уже так. Хорошо. Хорошо. Очень даже, по-моему. Очень даже, Анна. Да? Очень даже. И не плохо. А у тебя все роли комедийные или как-нибудь она не будет уже? Вот я бы хотел, если честно, я бы хотел сыграть какого-нибудь... Анна, а кого бы я мог сыграть? Вот на ваш... Вот вы же режиссер. Вот кого бы я мог сыграть? Вот какую я трагедийную роль мог сыграть историческую? Ну, не знаю. Надо с тобой поработать. Маленкова. Надо подумать. Потому что все так привыкли к твоему безграничному чувству юмора, что сложно это как-то в тебе сломать. Сложно. Ну, во-первых, таких... Да, сложно, да. Мы так закрыли, что мне хочется что-то все-таки еще зелененького. Да, сверху такого веселенького. Вот! 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 Вот, влече. Все. И не надо не перебарить. Все, больше ничего. Анна, ну правда, а кого бы я мог сыграть? Ну, вот вы же режиссер. Уважа образование режиссерское. Вы вон... Ну, я уйду с этой задачей. Домой буду думать. Не знаю. Я бы хотел... Мне, знаете, вот честно, я вот прям как на духу вам сейчас скажу. Мне очень нравится история про декабристов. Я хотел бы играть. Милорадовича. Да? Да. Князя. Вы слышите? Или Бенкендорфа. Может, про тебя я услышу часто. Друзья, а у нас все готово. Давайте, Анна, я пока расскажу про рецепты. Ну, расскажи. Значит, рецепт у нас так. Мы берем дораду, отрезаем все плодники, выкладываем на противень, соль, перец, немножко оливковое масло, закрываем в фольгу и ее готовим в фольге. Потом мы ее открываем. Минут через 20-30. На 200 градусов мы ставим в духовку. Открываем ее. Можем чуть-чуть довести до корочки. А можем сразу ее укутать в зеленый бархатный плед из размельченной зелени, оливок, каперсу. Базилик. И базилика. Укрываем этим. А из сухарики? Из сухарики. Панировочные сухари. И сверху выкладываем помидорчики, которые мы очистили, вынули сердцевину, порезали на дольки, перец, соль, сверху обложили, ставим еще в духовочку, все туда ходит, и мы это все достаем и радуемся. И рецепт для салата. Пикву сырую нарезаем тоненькими кусочками. Кладем на большое блюдо. Сверху руккола. Оливковое масло. Оливковое масло. Оливковое масло туда. Сверху груша, которую мы немножко смочили лимоном, чтобы она не темнела. Тоненько порезанная груша. Потом пожарили семечки тыквенные, пожарили орешки кедровые. Сверху пармезан. Все это туда еще бальзамический уксус немножечко туда. Ну что, Санна, предлагаю делать то, что, собственно, мы должны были уже сделать. В принципе, это можно сделать в любое время. Главное, что... Вау! Отлично, все готово. Вау! Смотрите, друзья. Да, ну, в общем, цветовой выглядит хорошо. Да. А вот, друзья, вам тут и... И вот здесь самое главное, что рыба-то готова давно. Вот так. Так. А салатику? Ну, вот я не знаю, как ворощь и хвостить. Ну, в принципе, давай, будем ломать. Ну, давайте, вот прямо вот. Да, давай. Анна, вот как-то вот так вот. Как-то так разбрасываю орешки. Как-то очень скромно разбрасываю орешки. Упс. Упс. А я положил сразу так вот, видите? Да? Не жалею самого себя. Все. Отлично. Посмотрите, какой... Ну, это... Если это не легкий, не диетический, не полезный ужин или завтрак, то что это такое? Ребята, поаплодируйте. Давайте попробуем. День уже готовый. Оп. Я не знаю, что начать-то. М-м-м. А дорада хороша. Да? А я вот дораду прям... Я сейчас прям возьму вот то, что я хотел сделать. Вот смотрите, друзья. Вот и не на это. Получается вот этот таппинат, он же получается как бы как соус. М-м-м. Слушай, а ничего, да? Да я просто скажу, что очень хорошо. Ну-ка. Салатик-то, а? Ничего. Ты подумай, а? Вот так вот. Вот ты говоришь. Казалось бы. А я вегетарианцы, вегетарианцы. Кстати, вот знаете, мне кажется, иногда нам нужно делать какие-то вегетарианские прямо такие... Ну, как бы обращение к нации. Да. Потому что это полезно просто, да? Да. За здоровье нации. Не с бутылкой, а с сельдерем. Отлично. Я бы хотел, Анна, сказать следующее. У нас для вас есть подарки. Отлично. Люблю подарки. У нас подарки, которые называются водка. Это подарок прямо от нас самих. Мы делаем такие корзины. Угу. И тут все, что на нас, и главное, фартук-смак. Это для вас, дорогая Ана. Спасибо. Я желаю вам узнать вашему фильму. Я желаю удачи вашему фильму. Желаю удачи вам. Мы ждем от вас новых работ не только как актрисы, но и как режиссера. Передаем привет вашему мужу Игорю, от нас, от всех. И, конечно, Джаннику Фазиеву, который в феврале совсем скоро будет праздновать триумф своей картины, которая называется «Август 8-го», в которой Анна Легчила сыграла одну из главных... А давайте скажем про главную роль. Нет, ты шутишь, что ли? Нет, ты шутишь. Главную роль, все. А пускай Иванова с Матвеевым, когда придут, мы поговорим. Вот так, друзья. Анна Легчила сегодня смотрит. Аплодируйте у нас, друзья. Пауза. У нас пауза, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что «Дорадо» в переводе с белорусского означает, что за теща сегодня весь день улыбается. До свидания. Спасибо.